Пророчество о Неневии Книга о видении пророка Наума Елкасиянина О Неневии? Мы уже где-то слышали пророчество об этом городе? Да, конечно! О нем пророчествовал пророк Иона за сто лет до Наума. Тогда, приблизительно в 750 году до н.э. Осирия только выходила на пик своего могущества. Однако уже тогда столица империи Неневия была огромным городом. Если цифра 120 тысяч неумеющих отличить правую руку от левой относится к детям, то сложно представить, сколько же в ней было жителей. Даже если там проживало около 300 тысяч людей, как считает большинство исследователей, то все равно это был огромный город, особенно в те древние времена, когда население планеты было гораздо малочисленнее, чем мы имеем сейчас. Тогда, услышав проповедь Ионы, неневитяне покаялись, и Бог отвратил от них свой праведный гнев и не уничтожил город. Однако после короткого духовного подъема ассирийцы, а именно они проживали там, снова вернулись к своим старым богам и привычному образу жизни. Вскоре они захватили Израиль. Это Северное царство и его столицу Самарию. Это случилось в 722 году до н.э. Десять колен Израилевых были рассеяны по всей огромной империи, а на их место были переселены другие народы. Ассирийская империя продолжала процветать, расширяя свои пределы. Так в 701 году была совершена попытка, неудачная правда, захватить Иерусалим. Об этом мы можем прочитать в 4 книге царств с 18 по 20 главы, а также в книге пророка Исаии. Тогда Бог чудесным образом спас Иерусалим и благочестиво царя Изекию от уничтожения. При этом многие другие державы пали под натиском мощной ассирийской армии. И вот, приблизительно в 650 году до н.э. Бог снова посылает своего пророка с проповедью об ассирийском царстве. Структура книги пророка Наума проста и понятна. Три главы, три темы. В первой говорится о гневающемся справедливом Боге. Во второй, в деталях описывается захват Неневии и уничтожение Ассирии. В третьей, описаны причины Божьего гнева. И еще, в каждой из глав есть короткие утешительные реплики, обращенные к израильскому народу. Уже в самом начале мы видим несколько необычное описание Бога. Вот короткие фрагменты из первой главы. «Господь есть Бог ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания в вихри и бури шествия Господа, облако пыль от ног Его. Горы трясутся перед Ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицем Его, и вселенная, и все живущие в ней. «Пред негодованием Его кто устоит, и кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается, как огонь, скалы распадаются перед Ним. Но всепотопляющим потопом разрушит до основания Неневию, и врагов Его постигнет мрак. Что умышляет Его против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится. «А о тебе, Ассур, Господь определил, не будет более семени с твоим именем из дома Бога твоего истреблю истуканов и кумиров. Приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении». Жестоко, не правда ли? Мы видим картину разгневанного Бога, который провозглашает суд. Во второй и третьей главах слова Бога приобретают реальные очертания. По улицам Неневии несутся колесницы, гремят на площадях. Блеск от них, как от огня, сверкают, как молния. Царь Ассирийский взывает к храбрым своим, но они спотыкаются на ходу своем. Поспешают на стены города, но осада уже устроена. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. Воины бегут. «Стойте, стойте!» — кричит царь, но никто не оглядывается. «Расхищайте серебро!» — расхищайте золото! — кричат завоеватели. «Нет конца запасам всякой драгоценной утвари!» Разграблена, опостушена и разорена Неневия, и тает сердце. Колени трясутся. «Я на тебя!» — говорит Господь Савоов. «Сожгу в дыму колесницы твои!» Горе городу кровей! Он весь полон обмана и убийства, не прекращается в нем грабительства. Слышны хлопания бича, истук крутящихся колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы. Несется конница, сверкает меч, блестят копья, убитых множество, и горы, горы трупов. И нет конца трупам, спотыкаются от трупа их. «Вот я на тебя!» — говорит Господь Савоов. «И подниму на лице твое края одежды твоей, покажу народам наготу твою и царством срамоту твою. И будет, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет, разорена Неневия, кто пожалеет о ней, где дойду и утешители для тебя? Вот и народ твой, как женщины у тебя, врагам твоим настишь, отворяются ворота земли твоей. Огонь пожрет запоры твои, пожрет тебе огонь, посечет тебе меч. Поест тебя, как гусеница. Купца у тебя стала болей, нежели звезд на небе. Но эта саранча рассеется и улетит. Гнездя твои, как саранча, и военачальники твои, как рои, и мошек, которых во время холода гнездятся в щелях стен. И когда встает солнце, то разлетаются. И не узнаешь места, где они были. Спять пастыри твои, царь ассирийский. Покоятся вельможи твои. Народ твой расселся по горам, и некому собрать его. Нет врачерства для раны твоей. Болезнь на язва твоя. Все услышавшие о тебе будут рукоплескать о тебе. Ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя. Разорение. Полное уничтожение. Жестокий грабеж. Предательство друзей. Злорадство угнетаемых народов. Смерть и забытье. Что же так разгневало Бога? Откуда столько кто-то бы сказал жестокости? Первая глава, второй стих. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Девятый стих. Что умышляет его против Господа? Он совершит истребление. И одиннадцатый стих. Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый. И третья глава, первый стих. Горе городу кровей. Он полон обмана и убийств. И четвертый стих третьей главы. Это за многие блудодеяния развратницы приятной наружности. Искусное вчеродеяние, которое блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена. Мы видим, что ассирицы противопоставили себя Богу. Стали его врагами. Бросили ему вызов. Это очень глупо с их стороны. Ведь Бог всемогущий и всесильный. Но они настолько возгордились, что дерзнули бросить ему, святому, вызов. В чем же это проявилось? История из восеннадцатой главы четвертой книги царств ясно описывает нам эту ситуацию. Семьсот первый год до нашей эры. К стенам Иерусалима подошла огромная ассирийская армия. Под руководством военачальника по имени Рапсак. Благочестивый царь Езекия пытается задобрить ассирийцев богатыми подарками. Иудея на тот момент переживает не самые лучшие времена. Ее армия слаба и малочисленно надежных союзников нет. Рапсак высмеивает иудеев. Глумиться над ними с позиции своей силы. Его речи – это образец восторженной риторики надменного гордеца. Что остается Езекии – молиться Богу и уповать на Его защиту. Однако подобное поведение также вызывает насмешки у ассирийского полководца. И сказал им Рапсак. «Скажите, Езекии, так говорит царь великий ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова. Для войны нужны совет и сила. Если вы скажете мне, на Господа Бога нашего уповаем, то на того ли, которого высотой жертвенник отменил Езекия, и сказал Иуде Иерусалиму, пред всем только жертвенникам поклоняйтесь в Иерусалиме? И встал Рапсак и возгласил громким голосом по-иудейски, говорил, сказал, «Слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь, пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей, и пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря, спасет нас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Езекии, который обольщает вас, говоря, Господь спасет нас. Спасли ли боги народов, каждый свою землю от царя ассирийского? Где боги Иммафа, Арпада, где боги Сепаромаима, Ены, Ивы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земельских спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей? Однако Езекия снова спешит к Богу. Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежду свою и покрылся вретищем, и пошел в дом Господень. И послали Ириакима, начальника дворца, и севну писца, и старших священников, покрытых вретищем пророки Исаии, сыну Амосову. Может быть, услышит Господь Бог твой все слова Рапсака, которые послал царь Ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, которые слышал Господь Бог твой. Принеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых. И Бог защитил Иерусалим. Неприятель отступил, но не забыл. И снова решил вернуться. Езекия снова молится Богу. Это потрясающая молитва, которую хочется прочитать целиком. Я вам советую обязательно сделать это. Здесь же представлю короткий ее фрагмент. Четвертая книга царств, 19 глава, с 15 стиха. «Господи, Божий Израилев, сидящий на Херувимах, Ты один Бог всех царств земли. Ты сотворил небо и землю. Преклони ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и возри и услышь Сеннахерима, который послал поносить Бога живого. И ныне, Господи, Божий наш, спаси нас от руки Его. И узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». Бог услышал молитву и ответил через пророка Исаию, который обратился к царю Ассирийскому следующими словами. «Кого Ты порицал и поносил? На кого Ты возвысил голос и поднял так высоко глаза Свои? На святого Израилева. Я все знаю. Знаю и дерзость Твою против меня. За Твою дерзость против меня и за то, что надмение Твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо Мое в ноздри Твои и удел Мои в рот Твой и возвращу Тебя назад, той же дорогой, которую пришел Ты. Посему так говорит Господь о царе Ассирийском. Не войдет он в сей город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. Я буду охранник город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». И случилось в ту ночь. Прошел ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч бойцов. И встали поутру оставшиеся, и вот все тела мертвые. И отправился. И пошел, и возвратился Сеннахерим, царь Ассирийский, и жил в Неневии. И когда он поклонялся в доме Несхора, Бога своего, то его сыновья убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую, и воцарился Ассардан, сын его, вместо него. Из этой истории мы видим, что Ассирийцы бросили вызов Богу. Презрительно о нем отзывались. Ставили под сомнение его могущество, за что жестоко поплатились. Им бы научиться на ошибках других. Но потомки Сеннахерима не взяли уроков из истории и продолжили куражиться в своей гордости и жестоко уничтожать народы. И вот спустя 50 лет после упомянутых нами событий, Бог через Наума грозно предупреждает Ассирию. Был ли у Ассирийцев шанс спастись от Божьего гнева? Конечно. Ведь покаяние от проповеди Ионы отстрочило Божье наказание. Что мешало им покаяться снова? Что мешало им не повторять грехов своих предшественников? Гордость, глупость, нечестивая жизнь. Зачем Бог послал Иону, Исайю и Наума предупреждать о грядущем бедствии? Да потому что Бог не жестокий и мстительный, как некоторые могли подумать, а любящий и справедливый. Он снова и снова предупреждает отступников, снова взывает к их разуму и сердцу. И от реакции на Божьи слова зависит будущее адресата в его послании. Помните, уже в Новом Завете один бойкий молодой человек пытался идти против Бога и бросать ему вызов, пока не услышал голос. «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражна». Савл смирился и стал великим служителем, апостолом Павлом. Не так давно правители Советского Союза бросали вызов Богу, грозя кулаком в небо и обещая уничтожить всех верующих. Где сегодня Советский Союз? Где те правители? А народ Божий умножается и процветает. Хочется закончить чем-то добрым и приятным. В той же книге пророка Ноума есть слова, обращенные к верным Богу людям. «Благ Господь, убей жеще в день скорби, и знает надеющихся на Него. Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир, празднуй, Иудея, праздники Твои, исполняй обеты Твои, ибо не будет более проходить по Тебе нечестивый, он совсем уничтожен». Друзья, никогда не бросайте вызов Богу, никогда не говорите о Нем свысока, никогда не предъявляйте Ему претензии, никогда не ставьте Его наравне с кем бы то ни было, никогда не ставьте под сомнение качество Бога, никогда не противьтесь Его воле, никогда не стройте свое счастье на чужом горе, никогда не превозноситесь над другими. Помните, благоденствие нечестивца кратко, а благословения будут сопровождать праведника вечно. Читаем Библию вместе!